все что сатана делает это он пытается тебя убедить что бог против тебя бог знает лучше когда ему себя проявить он уже все знает наперед и моменты самые кризисные нашей жизни являются самыми благословенными очень часто нам за свои какие-то взгляды которые нам дал бог за образы которые нам дал бог за веру который намного нам нужно устоять в мире убеждающие наследует все вырваться из оков которые дьявол обстраивает знаете такие капканы одна неприятность за другой одна за другой одна за эти неприятности они как будто бы пулеметная очередь да и они настроены на то чтобы убедить тебя что у тебя все плохо и будет еще я вам скажу вот глядя на жизнь размышляя о жизни ты видишь прекрасно что на самом деле дьявол такой лжец он такой обманщик ведь библия нас предупреждает что есть конкретные нападки сатаны и что каждому из нас нам нужно быть готовыми к тому что он может нападать но вы заметили что как правило он поджидает нас в те моменты когда мы не готовы с ним встретиться вот он поджидает тебя когда ты уставший он поджидает тебя когда ты где-то разоружен где-то ты был неправ и вот в этот момент когда ты был неправ и возможно даже ты согрешил но удивительно то что в этот момент еще и кто-то отвернулся от тебя и возможно в этот момент как сверхъестественно получилось ты там не знаю разбил машину или тебя обокрали или еще что-то случилось и со всех сторон сатана хочет тебя обложить а лже знамениями а лже знамениями как бы от бога и ты даже в этот момент как бы и до конца не понимаешь ой да это дьявол сделал но внутри тебя все сжимается он не ну это бог допустил и я понимаю что это все наверное не к добру и вот у тебя начинаются мысли и появляется какой-то страх страх перед богом что он против тебя что он где-то не любит тебя что он где-то не хочет даже тебя поддержать в эти моменты и у тебя появляется даже ощущение такое что ты даже как уверен в этом а на самом деле друзья вот знаете я сегодня могу рассказывать вам о вещах которые проходил от самого начала меня бог проводил через какие-то знаете такие тяжелые моменты я не понимал зачем но оказалось потом что все это мне было нужно и вот все что сатана делает это он пытается тебя убедить что бог против тебя своими лже знамениями вот так вот буквально вы выкладывать все чтобы одну за другим одну за другим и со всех сторон и даже вот до того что подойдут верующие и скажут тебе вы до того что вы сейчас удивитесь но я скажу что ты через проповедь услышишь и даже через проповедь он скажет тебе даже библию откроешь и даже через библию скажет тебе вот это знаете вот вы должны знать и все только ради того чтобы ты поверил что бог против тебя что бог он тебя вот понимаешь любил его ты не поймешь у тебя внутри конфликта ну как же так ты пришел богу вот я помазание сейчас переживаю прямо ты пришел к богу он тебя любил у вас у вас такие были переживания ты так радовался но вдруг вот сейчас может быть прошли уже годы как ты верующий может прошли там я не знаю кого-то полгода у кого-то пять лет у кого-то 10 лет угода 20 лет но разницы нет друзья потому что не меняется духовный мир и на самом деле вот вдруг ты начинаешь думать а сейчас как будто бы божье отношение изменилось ко мне из-за и ты называешь сам себе причины потому что эти причины тебе уже дал кто-то на тарелочке а ведь на самом деле вот знаете вот что есть победа на дьявол дьявол клеветник он приходит он приносит тебе чувство вины и с чувством вины ты становишься бессильным чувство вины это как будто бы заявление знаешь она уже отдаляет тебя от бога сразу когда адам он ощутил чувство вины вот когда он согрешил он ощутил чувство вины с евой и они сразу же спрятались от бога вот чувство вины когда ты носишь его себе оно прячет тебя от бога выражается это в том что ты не хочешь идти даже церковь ты не хочешь идти на домашнюю группу ты не хочешь идти с служения ты не51 встречаться с братьями и сестрами. Ну почему? Ну потому что тебе кажется, у тебя на лбу написано это. Чувство вины, оно поражает нас настолько сильно. И оно выталкивает нас. Если человек, вот Адам и Ева, прятались от Бога, то точно так человек сейчас прячется от Бога, но он также прячется от братьев и сестер. Он прячется от тех, кто ходит в присутствии Божьего. Потому что эти люди становятся крайне неинтересны ему. И вот здесь я скажу вам, размышляя о жизни, я понимаю, что есть один путь и есть один ответ. Вы должны знать. Да, дьявол будет атаковать вас. Вы должны знать. Но как далеко он зайдет, это вы уже решаете. Это раз. Во-вторых, самый главный ключ. И вы должны сейчас услышать это. Чтобы дьявол не мог атаковать вас с чувством вины, перестаньте грешить. перестаньте грешить. Не грешите. Не грешите. Сразу же вот отрежьте грех от себя. Потому что дьявол через какой-то один грех может войти во всю твою жизнь и поразить ее чувством вины. Ты будешь уже вину ощущать везде. Вы должны знать, что жало же смерти грех. Жало же смерти грех. Вот жалит пчела. И вы видели, да, когда пчела жалит, к примеру, да, оса пчела, вот к примеру, там остается жало. Жало нужно вытянуть. И вот представьте себе картину, что человек аллергик. И ему конкретно, вот если ужалит, к примеру, пчела, то он умрет. Вот то же самое происходит дьявол, как этот шмель, когда оса пчела, он жалит тебя грехом. А у нас нет переносимости на грех. Поэтому человек духовно умирает. И чувство вины, это есть та боль, которую ты испытываешь. Вот боль кто-то из вас, наверное, каждый испытывал в жизни, как его жалила пчела. И вот эта боль, когда жалила пчела, это есть чувство вины, которое тебя просто разрывает внутри. Душевная боль. Поэтому каждому нужно знать, не давайте место дьяволу. А как ему не давать место? Как вот конкретно что делать, если он приходит, что делать, если он где-то имеет какую-то победу? вы должны знать, что нужно делать. Верою, верою своею противостойте дьяволу. Начинайте возрастать верой, верой. В вере возрастать, это реально, когда вы находитесь в слове. Вера от слышания, слышание от слова Божьего. И многие не понимают, думают, что просто ты читаешь Библию и все. Нет, нужно наставление вере, нужно дух откровения на проповеди, нужен дух откровения в тебе. Слово Божье в оригинале пишется рема, то есть снятие вуаля, открытие, то есть ты видишь, ты должен знать, что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому сегодня, когда мы размышляем о жизни, мы должны знать, сатана, он занят тем дьявол, креветник, змей, понимаете, он может быть вот так рядом с тобой. И поймите, это просто творение Божье. Но дьявол может быть крутиться вокруг тебя, и он может нападать на тебя. И он особенно нападает, знаете, на тех людей, которых он очень сильно боится. Часто так бывает, что ты вот оказался где-то, где уже тебе даже говорят, дьявол не знает будущего, однако он смотрит на человека, слышит, что Бог говорит человеку через других людей, что Бог говорит через каких-то духовных личностей, что Бог говорит. И знаете что? И дьявол работает с людьми тысячи лет. Он их вычисляет буквально. И когда он видит, что человек опасный, он начинает на него нападать особенно. И вот он обкладывает тебя этими лжезнамениями, чтобы ты поверил. Он внедряет грех. Он берет твою похоть конкретно. Он берет твою слабость. Он берет то, что тебе передалось по роду. Он берет то, что ты приобрел в жизни. Он берет то, где знал, что нужна граница, что ты должен отсечь это от жизни. И там, где открыта дверь, он туда приходит. И вот он как змей проползает туда. Знаешь, змей он пробирается, проползает. И он проползает, и он контролирует твою жизнь. Он контролирует. Ты можешь быть даже служителем, он будет контролировать все полностью. Ты должен знать, вера она растет тогда, когда ты начинаешь жить словом. Дьявол, лжец, он дает тебе свое слово. Ведь он проползает, в чем? В мыслях. Он проползает в поле битвы. Это разум. Размышляя жизнь, я вижу, что именно так демоны работали всегда в жизни людей. Я сам в своей жизни прошел много разных сложных ситуаций и видел, что дьявол, он пытался навязать мне свое мнение. Но никогда не переступайте границы. Никогда не переступайте. Знайте, Бог праведен, Бог свят, Бог верен, Бог покажет себя. Если вам тяжело ждать и вам кажется, что время сейчас ему показать себя, да, может такое быть, что ты уверен в этом, я это все проходил много раз. Послушай, но знай одну вещь, Бог знает лучше, когда ему себя проявить. Он уже все знает наперед, и вот моменты самые кризисные нашей жизни являются самыми благословенными городами. Вопрос победы, он говорит, побеждающие наследуют все. Не сдавайся, уже сегодня ты увидишь перемены, и твое сердце наполнится радостью. Друг мой, помни, я с тобой. Даже если у тебя нет веры, помни, она есть у меня. Все, что я говорю, обязательно сбывается. Я благословляю тебя. Я очень-очень рад и искренне благодарен, когда вы поддерживаете мои руки, когда вы поддерживаете мое служение своими финансовыми пожертвованиями. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас тысячу раз. С молитвой о тебе Владимир Мунтиан мунтик мунтик мунтик